всем привет с вами канал все про android и сегодня хочу вам рассказать как вывести деньги google adsense в украине на карту приват 24 итак вы долго и упорно работали и вам поступил первый платеж пришло на почту письмо что вам поступил платеж от google adsense значит в скором времени вы получите чек от google adsense по почте который на адрес который вы указывали при регистрации в google adsense и теперь вам необходимо пройти несколько шагов нам потребуется три сервиса для того чтобы вывести деньги это epi сервис далее сервис обменник vs в котором можно обменять деньги на карту приват 24 в гривну и соответственно webmoney про webmoney скажу отдельно у вас должен быть установлен webmoney hyper classic на вашем персональном компьютере пройти необходимо регистрацию скажу сразу что сейчас вывод с webmoney через обменник вс возможен только на личную карту приватбанки карта с фотографией при регистрации на webmoney вы должны отправить скан паспорта скан вашей карты с фотографией карта должна быть действующая иначе у вас ничего не получится и переходим следующим шагам для начала необходимо зарегистрироваться в платежной системе епс сервис регистрация простая перейдя на страничку епс сервис подраздел регистрации поставить следующие галочки персональный счет базовый корректный план поставить страну поставить поставить галочки обналичивание чеков инкаса галочка отправление чека оплаты чека и также галочку вывод вебмoney про деятельности можете указать партнерские программы источник список сайтов отправителей google.com способ связи здесь вы вводите свой электронный адрес после чего переходите к верификации верификации указываете мобильный телефон нажимаете выслать код дожидаетесь пока придет код на ваш мобильный телефон здесь появится окошко верифицировать вводите код и нажимаете подтвердить далее переходите к авторизации имя пользователя выбираете любое то есть это имя пользователя которое будет отображаться при вашем входе на сайт e-pay service и особое внимание хочу уделить на данные общегражданского паспорта когда вы начнете вводить данные на русском языке автоматически будет осуществляться перевод дополнительном окошке но здесь возможно ошибка то есть перевод производится машины транскрипцию но для регистрации вам необходимо чтобы весь имя фамилия и отчество были указаны так как будет на вашем google чеке на вашем чеке от google фамилия и имя и ваше отчество будет вписано на английском языке и вот эти вот данные должны здесь в этой графе соответствовать при регистрации в google adsense вы указывали свои данные транслите поэтому вот здесь вот эти данные должны совпадать допустим разбег в одну букву не советую здесь лукавить указывайте все точно иначе вы не пройдете регистрацию и верификацию данных данные заграничный паспорт водительское удостоверение можно опустить адрес регистрации пишите реальный если адрес регистрации совпадает с адресом вашей постоянной прописки здесь просто ставите галочку и после чего здесь это все можно опустить вы должны поставить галочки вот этих трех подпунктах и нажимаете проверить данные будет создана заявка приношу свои извинения пришлось немножко отвлечься то есть вы ставите галочки гарантирую понимая соглашаясь принимаю слово и нажимаете подкладочку проверить да и в течение двух рабочих дней на ваш электронный адрес после проверки данных придет письмо что вы зарегистрированы в сервисе epay будет пароль плагин при помощи которого вы сможете зайти уже непосредственно свой аккаунт после того как вам пришло письмо вы заходите снова на страничку epay service нажимаете login здесь должны ввести именно пользователя и пароль и нажимаете авторизацию если вы все данные ввели правильно приходит смс на ваш мобильный телефон здесь вы должны ввести код который пришел вводите код каждый раз код соответственно приходит разный коды генерируются так что если у вас кто-то не получилось запросите выслать код еще раз и нажимаете верифицировать вот сейчас я вел намеренно неправильный код вводите правильный код и попадаете соответственно на страничку уже вашего счета счет у вас будет базовый здесь нам необходимо зайти подкладочку i-check чек у вас на руках вы должны отсканировать свой чек как отсканировать свой чек для начала необходимо поставить передаточную надпись перейдя по вот этой ссылочке вы можете посмотреть как все правильно это сделать что именно вписать посмотреть этот же пример все должно соответствовать так как указано на вот в этом примере передаточная надпись и скан обратной стороны должен находиться с правой стороны здесь вверху все четко делайте по краю иначе скан вашей копии не пройдет после того как вы сделаете эти две копии вам необходимо выбрать файл с компьютера сканы лицевая обратная сторона выбираете добавить и соответственно отправляете если ваш чек ваш скан прошел здесь будет надпись добавлена и указана дата после чего вы спокойненько можете отправлять свой чек по вот этому вот адресу я отправлял заказным письмом с уведомлением отправка приоритетная обошлось мне это 8 гривен и дожидаетесь пока на ваш почтовый адрес который вы указывали при регистрации придет следующее письмо приходит вот такое вот письмо то ваш чек принят и на ваш счет зачислены средства комиссия будет уже снята то есть это в пределах двух двух с половиной долларов все зависит от суммы после того как деньги будут зачислены на ваш счет уже можно приступать непосредственно к выводу денег на вебмани как же вывести на вебмани во первых еще раз повторюсь что у вас должен быть вебмани кипер классик иначе вы столкнетесь потом с проблемой вывода средств на карту приват 24 на сайте вебмани можете посмотреть как устанавливать какие данные нужны переходите непосредственно по вкладочке вебмани вывод средств здесь указываете номер кошелька сумма вот на вашем счету допустим находится 127 долларов 43 цента комиссия за перевод будет 0,8 процентов то есть от этой суммы вам необходимо отнять 0,8 процента как посчитать 127 запитая 43 умножить умножить на 0,8 и жмете проценты вот эту вот сумму вам необходимо отнять от 127 долларов 43 цента и вписать эту сумму встроенные калькуляторы встроенные можем 0,9 получасто 1 доллар 1 сотая ценка 0,9 0,09 0,09 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 Вот эта вот сумма 126 долларов 42 цента Вы должны писать сюда 126 долларов 42 цента В графе детали платежа Указываете перевод средств E-Pay Вот это вот все заполнять нет необходимости И нажимаете отправить Придет смс на ваш смартфон Вводите здесь верификационный код И нажимаете верифицировать Заявка создана Теперь дожидаемся пока наши деньги Придут на наш webmoney кошелек Вот сразу пришло Сообщение о том что Осуществлен перевод Теперь дожидаемся пока денежки Появятся на нашем Электронном кошельке webmoney Если вы хотите проследить Операции по вашему счету Вы всегда можете зайти В операции со счетом И посмотреть на каком Этапе находится Ваш перевод Вот когда будет статус Отправлен Вам придет Сразу же на почту На которой вы регистрировались Письмо С тем что Платеж осуществлен И уже можете проверять Наличие денег Вашим Ну вот буквально Операции по счету Мы делали утром Вот сейчас уже У нас здесь 25 И операция У нас совершена На электронный кошелек Пришли деньги Теперь не закрывая кипер Можно просто свернуть его Нам необходимо Перейти На обменничек Обязательное условие Еще раз Скажу что Вы должны быть Зарегистрированы На обменнике То есть регистрация Потребуется На всех трех сервисах Обязательное условие Еще раз Скажу что Вы должны быть Зарегистрированы Зарегистрированы И сейчас Продолжение следует... 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 Продолжение следует...